Всем привет! Вы смотрите Дионикс Ченнел. И мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сравел синглплеер, третий сезон. Настало время для небольшого отчета о том, чем я занимаюсь на стримах. Собственно, отчет будет совсем небольшой, как обычно. Я думаю, в 20 минут в этот раз я распинаться не буду. Башня потихонечку обретает свой внешний вид. На воду не обращайте внимания. Вода это... Мне лень ставить лестницу, но мне не лень бегать каждый раз, подниматься по воде. Как видите, я построил верхнюю дорожку. Именно на этом уровне будет находиться... Эта дорожка находится немножко шире, то есть она как бы снаружи башни. Чтобы по ней можно было оббегать башню по этому уровню и... Ну, не насквозь башню пробегать, если мне надо на другой мост. А, например, с этого моста, который вот здесь вот будет, вот сюда он скорее всего будет присоединяться и все-таки отказаться, наверное, решил от диагональных мостов. Потому что они будут проходить через маяк. Опять же, это диагональ. Строить арки будет сильно... Ну, опора которой арки будет сложнее. И, в общем, я принял решение, что это не совсем удобно и за счет того, что там маяки, еще и не совсем красиво. Вот. То есть если мне надо будет с вот этого моста перебежать вот на этот мост, мне не нужно будет пробегать сквозь башню, то есть давать крюкающую. Неизвестно, что там внутри будет. Я смогу просто вот по краешку, по краешку, по краешку и убежать, собственно, в нужную мне сторону. Ну, и просто это добавит некого рельефа. Это добавит веса самой конструкции. То есть она будет казаться массивнее, что тоже играет на руку. Здесь призмарин, здесь призмариновый кирпич. Все, как обычно, это все разметочка. Вот тут разметка, тут разметка, там разметка для того, чтобы просто не терять центр. Хотя, в принципе, это не нужно, да. Но вы понимаете, что это все-таки полезно. Когда ты что-то строишь на высоте, разметка это... Да и, в принципе, когда что-то строишь, разметка это не самая плохая вещь. Тем более, что ее можно всегда убрать. Как видите, здесь спавнятся сквиды. И спавнятся они... Ого-го! Они делают это просто... Ну, как бы вот без комментариев. Потому что это единственный источник воды. На 100 блоков туда, туда, туда и туда. Соответственно, они только тут и могут спавниться. Поэтому здесь такой спаун рейд. Так что не спрашивайте меня, как я это сделал. Просто вокруг ни черта нет. И им просто больше негде это делать. Вот. В связи с чем, было принято решение отдать этот этаж... Ну, вернее, часть этого этажа, часть вот этого фундамента под ферму спрутов. Ферма спрутов будет по одному из недавних туториалов от наших... От наших западных коллег по Майнкрафту, так сказать. От комьюнити западного. США комьюнити, если хотите. То есть, там, по-моему, Дог или Ито, или кто-то еще. Я, правда, ника не помню. Вот они там вдвоем с кем-то строили. Такой Mother's Creed называется. То есть... Такая... Ну, обычная, в принципе, ферма. Но там с некоторыми хитростями. Она получается довольно-таки интересного дизайна. Естественно, возник сразу вопрос, как же собирать лут. То есть, если эта штука будет болтаться посреди башни, а внизу хопперы на полу. Некрасиво. Рушить дорожки я не позволю. То есть, если бы встал вопрос... Типа, строить тут ферму и просто уместить ее внутри башни. И отдать, как бы, вот это вот все под редстоун. Или... Или вообще ничего, да. Я бы не стал строить вообще ничего. Поэтому было принято решение так, как у меня... Так, как я... Как же это слово-то? Господи. Почему я в последнее время забываю слова? Я предусмотрел. Вот. Я предусмотрительный человек. Вот. Предусмотрел и поднял пол на 10 блоков от Бодрока. Соответственно, пространство у меня там есть. Ну и, как бы, маяки тоже мне помогли в этом. Естественно, я не мог оставить маяки на поверхности. Было принято решение сделать там позже. Такой вот квадратик. После постройки фермы, собственно, спрутов. И запустить вагонетки под блоками. Так что они будут там ездить. Ничего видно не будет. Сквидворды, эти спруты будут падать буквально на пол. И лут будет собираться. После чего, что еще нужно решить, он каким-то образом будет подниматься на склад. Естественно, склад будет находиться в этой башне. Возможно, одним из решений, которые мне видятся, это транспортировка лута по вертикальному лифту для, в общем-то, лута. Как несложно догадаться. Который может находиться, например, в колонне. Да, то есть сделать колонну, ну скажем, вот здесь. Или вот тут вот сделать колонны, там, две симметричные. Которые будут там, ну не знаю, ну колонны, да. Просто абстрактные колонны. А внутри колонны этот самый лифт из стекла. И как бы мы ничего не видим, когда бегаем по башне. Никаких уродливых там стекляшек не торчит. Потому что, ну представьте, да, башня, заходите, а там стекло и по стеклу какие-то там чернильные мешки путешествуют. Отстой. Полный отстой. Вот. Так что, скорее всего, скорее всего, здесь будет какой-то, какая-то ферма осьминогов. Я очень хочу ее сюда поместить, потому что это очень хороший вариант не строить ее в пустыне, которая, черт ее знает где, и в которой надо стоять постоянно авг. И плюс это какое-то сооружение в башне, что тоже позволит заполнить часть ее, что мне тоже нужно, так как голые стены оставить это, ну, отвратительно. Ну, любой человек, который строит жилое помещение, он никогда не должен строить бесполезных комнат. То есть, если вы что-то строите, всегда хотя бы имеете пару вариантов для каждой комнаты, что вы там можете поместить. Иначе эти пустые помещения просто будут смотреться, как не при шее кобыле хвост. Вот. Это что касается центра и фермы сквидов. Ну, естественно, все не так гладко, да? Все здесь не так гладко. Вот там вот находится река. Если кто-то помнит, вот здесь где-то у меня была ферма осьминогов старая. Она где-то вот тут вот находилась. Мы ее еще взрывали, потом закрывали. Наверное, где-то вот здесь вот была. А может и тут. Черт ее знает. Вот. И я осушал реку отчасти. Отчасти я ее осушал. Отчасти я ее потом закрывал. Кстати, надо будет потом вскрывать там землю, искать реку. Я не помню, просто осушил ли я ее. Но это только часть проблемы. Потому что часть реки осталась вот там. И когда я стою с этой стороны, она прогружается достаточно, чтобы осьминоги спавниться здесь перестали. То есть, видите, когда я стоял там, вы видели, они падали постоянно. Просто. Просто нон-стоп. Как только я подошел на эту сторону, осьминогов как не бывало. Если я опять вернусь на ту сторону, то осьминоги в реке отдеспавнятся. И снова спруты пойдут достаточно неплохим потоком. Конечно, когда я буду отходить вот в ту сторону, или в ту сторону, или там туда, ферма будет переставать работать. Вот, видите, все прекрасно снова работает. Ну, может быть, не 24 часа в сутки, да, но она работает. Вот они, еще пару ребят. Вот. Так что мне придется осушить вот ту реку. Возможно, для этого я пойду, сделаю себе такой мини-челлендж. И пойду опустошать какой-нибудь храм на предмет губок. То есть, возьму там зелье дыхания, снаряжусь броней, и пойду чистить точило гвардам и доставать оттуда губки. Потому что у меня есть, конечно, 27 штук, которыми я рассушал... Боже, я надеюсь, я сейчас не убьюсь. Ха! Не убился. Которыми я рассушал ферму гвардов, да, он тогда очень хорошо поработал. Ну, я думаю, что 27 штук, ну, это не то, чтобы мало, но чем больше губок, тем реже придется бегать к печкам. А это уже некоторое удобство, и... Ну, я не буду метаться постоянно до дома, и не буду таскать с собой там... Там, знаете, как три губки поставил, там, пошел их сушить. Три губки поставил, пошел сушить. Вот. Ну, и плюс какое-то развлечение на стриме, потому что я знаю, что вы любите, когда люди ходят по всяким там храмам, получают мзды от мобов, мобов, монстров, и все в таком духе. Ну, то есть, челлендж, он и есть челлендж. Челлендж не всегда должен иметь какой-то большой смысл, да. Какой челлендж в том, что человек там сутки стримит? Никакого челленджа, по сути. Это просто сутки стрима, там, ну, хотя, может, не очень хороший пример, так как я, например, не вижу смысла в таких марафонах, да, я считаю, что это выматывает человека. Ладно. Неважно. В общем, возможно, я пойду на этот челлендж. Великолепно. Великолепно. Эти ребята продолжают приносить мне немного железа. Эту ферму, кстати, будем демонтировать. Жителей буду потом... Из жителей я буду делать какое-нибудь торговое местечко. Это не такой рынок, как я пытался делать во втором сезоне. Я тогда слишком много на себя взял. Я не понимал вообще, что я строю, по сути. Это я сейчас понимаю. Вот. И... Да, в общем, осушать вот этот вот кусочек реки. Я думал, что я докину, но, как выяснилось, нет. Так. Что у нас, кстати, здесь? Да, вот она река. Вот, вот спруты, видите, спавнятся им тут нормально. Далее, далее, конечно же, стоит показать, что я заполнил вот эту часть. Незер Бриком. И... Приготовился уже, но уже есть план по тому, что делать дальше с башней. Ну, конечно, там немного, но все-таки есть. Сделать вот эти вот чешуйки, сами зеленые, да, линии. Надо их утолстить, чтобы они стали рельефными. Пока что только наружу. Внутри башни еще ничего не продумано. То есть, там могут быть лестницы, там может быть еще что-то. Ну, и там это не так нужно, да, потому что все-таки вы смотрите на башню. Ну, я смотрю на башню снаружи. И будет здесь небольшая подушка такая из блоков. То есть, как подставка, на которой эта башня будет стоять. Что придаст ей тоже небольшой такой массивности визуально. Незаконченными останутся вот эти вот места внутри чешуйок. Потому что оставлять просто лысую стену я не собираюсь. И вот этого утолщения по краю чешуйки будет мало. Стена все равно лысая. Мы пытались сделать здесь маленькие чешуйки. Пока она одна, вот так по центру, там, ну, две, ну, три. Смотрится ничего. Как только делаешь вот примерно половину, узор просто теряется напрочь. И это превращается в какую-то кашу из блоков. Так что от этой идеи было принято решение отказаться. Это мне помогает Хлавель, за что и отдельное спасибо. Потому что один я бы тут, наверное, уже чокнулся все это делать. Ну, хотя сделал бы, наверное. Ну, у меня ушло бы явно намного больше времени. Во-вторых, была идея Хлавельги сделать такие диагональные линии по кругу. То есть, такую как насечку. Блин, почему Майнкрафт так лагает? Что мне здесь подгружается? Сделать диагональные линии просто сверху, вот от этого уровня до, по-моему, вот этого уровня. Ну, то есть, они бы доходили до вот этой чешуйки и останавливались. Но от этой идеи мы тоже отказались. Потому что, когда она одна, тоже было ничего. Но когда их много, то вот пересекая эту огромную чешуйку, она ее разбивала визуально на такие небольшие сегменты. И все тоже превращалось просто в кашу. То есть, как не получался задуманный узор. Хотя, по отдельности, как бы и маленькие чешуйки, и диагональные линии, все это очень красиво. В теории. Да, может быть, это красиво не в Майнкрафте. Когда это такая тонкая работа, знаете, там, гравировка или еще что-то. Это да. Но выяснилось, что вот у Майнкрафта своя атмосфера. У Майнкрафта свои масштабы. У Майнкрафта все по-своему. Вот. Отчасти это все из-за масштаба. Потому что блоки, они только такого размера. То есть, здесь нет никаких микроблоков. Если бы были микроблоки, я думаю, можно было бы сделать просто офигенную мелкую чешуйку здесь. То есть, она была бы тоньше, чем вот эта вот линия. И это смотрелось бы просто очешуительно. Прошу прощения за тавтологию. Вот. Что будет дальше, я пока что не знаю. Мы продумали очень немного. Просто, ну, знаете, бывает, не идет в голову и все. Если что-то не идет в голову, то проще отложить идею и оставить ее на какой-то... На чуть более, там, поздний срок. Кстати, я уже 14 минут наговорил. Далее, что я хотел бы озвучить. Я прочитал комментарии. Набралось 108 комментариев. Всем большое спасибо, ребят. Правда, я не ожидал такого количества комментариев. Но есть проблема. Меня, видимо, то ли я неправильно выразился, то ли меня не услышали, я не знаю. Но половина людей предложила залить лавой все внизу. Я, по-моему, говорил, что лава это неудачная идея. Лавой залить внизу было бы хорошо, если бы мы просто взорвали все к чертовой матери динамитом, оставили там бедрок и хаотично разлили лаву. Знаете, такой... Ну, просто как хаотичное озеро из лавы. Тогда это было бы красиво. Я признаю это. То есть сама идея, как таковая, она хорошая. Очень много таких комментов было. Действительно, по-моему, половина. Можете сами зайти и посмотреть предыдущий эпизод. Там их очень много. И было очень много просто повторения, фактически, моих слов о том, что нужно сделать в секторах биомы. Это, наверное, была вторая половина комментариев. Что тоже хорошо, но, понимаете, это был план... Это запасной план. То есть это тот план, к которому я прибегну, если больше ничего не останется. То есть если я пойму, что это самая лучшая идея, которая пришла мне и вам в голову, тогда я сделаю там биомы. Если же нет, то биомов там не будет. Опять же, идея очень классная. Спасибо, что вы ее озвучили. По крайней мере, я знаю, что вам нравится эта идея. Но я все-таки просил чего-то другого. То есть каких-то ваших... Не знаю. Я просил вас пофантазировать на тему, что могло бы быть в этих сегментах. А не просто повторить, что да-да-да, вот это вот с биомами, это классно. Понимаете, да, надеюсь, в чем проблема. Хотя, в принципе, проблемы нет, но вы понимаете. Вот. Так что здесь пока что не знаю. Но биомы это хорошая идея. Возможно, будет здесь 4 биома, потому что биомы возле маяков особо не впихнешь. Так как плоский биом смотрится паршивенько. А здесь не выкопаешь ничего, да. А здесь можно снести вот эту крышку. Просто вот кедренью матери ее снести. И немного углубившись, сделать рельефный биом. И это будет смотреться намного лучше. Но, опять же, я повторюсь, что это план Б. Если ничего другого не останется. То есть, если не будет других вариантов. Что еще? Да, башня будет... Кто-то там говорил, что башня может смотреться узкой. Там ла-ла-ла, фа-фа-фа. Нет, башня не будет смотреться узкой. Даже если так, то это, я думаю, будет не страшно. Потому что она все равно будет высокой. Кто-то говорил, что там 160 блоков, башня куда такая высокая. Нормально. Я думаю, что 160 блоков башни это нормально. Учитывайте тот факт, что она идет от 10 глубины. То есть, 160 блоков это не от самой поверхности. Над поверхностью, если это будет 160 блоков, то над поверхностью примерно будет 100-110 блоков. Ну, и это очень примерные размеры. Это то, что я хотел бы сделать. Вы должны понимать, что то, что я хочу сделать, и то, что я действительно сделаю в итоге, это, вероятнее всего, абсолютно разные вещи. Вы, наверное, все, кто хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь строил в Майнкрафте, сталкивались с тем, что вы хотите сделать вот так вот. То есть, вы хотите сделать там... Хочу сделать круглый дом, там какая-нибудь сфера над ним, там лава, не знаю, вода. Начинаете строить, и получается какая-то фигня. Она просто получается некрасиво, там масштабы какие-то неправильные. Привет, курица. Масштабы какие-то неправильные. Ну, что-то еще не подходит. И вы переделываете, вы там отказываетесь от лавы, отказываетесь от сферы. Там строите пирамидку. Ну, образно говоря, да, это все просто пример ради примера. Вот. Так что, то, что я могу говорить на стримах башни, как я хочу это видеть, то, что я говорю в этих видео, как я хочу башню видеть, это то, как я хочу ее видеть. Но это не факт, что так получится. Это разные, это очень-очень-очень-очень разные вещи. Опять же, Майнкрафт, его масштабы, его большие блоки одного размера. Тем более, что вот эти призмариновые блоки не имеют ни полублоков, ни ступенек, ни ничего вообще. Ни каких-то вариантов. То есть, кирпич, вот он один кирпич. Призмарин, он один призмарин. Темный призмарин, он тоже один темный призмарин. Из него никаких других блоков нет. Хотя технически призмарин, то есть, и темный, и кирпич, и простой. Но вот, мало, мало-мало-мало-мало блоков. Затем, кто-то на стриме охал, что, о, вы будете тут еще кучу всего копать, когда узнал, что... Блин, надо тут освещать все. То, что я буду убирать вот этот лес. Лес нужно будет вырубать, лес нужно будет, возможно, высаживать по новой. Возможно, здесь придется даже убирать вот эти холмы. Потому что вокруг башни планируется, опять же, планируется дорожка. Так как башня... Ну, как, мост придет вот в эту лужайку. Тоже несерьезно, да? Как минимум, дорожка по кругу пойдет. Как максимум, тут можно что-то еще построить. Затем. Затем мне придется, ну, как я уже говорил, осушить реку. Это уже два пункта, да? То есть, сначала река, потом, возможно, лес. Ну, река в первую очередь, конечно. Потому что сейчас это достаточно такой насущный момент. Так как я могу осушить реку, которая в том числе находится вот там вот под крышкой. Я не знаю, надо было ее сразу осушать, ребят, честно. Я понимаю, что возвращаться к ней, по-моему, в третий раз, это не камильфо, но что уж поделать. Так как я ее, по-моему, сначала закрывал, потом там строил ферму кактусную, потом ее сносил, потом опять закрывал. Сейчас опять вскрывать, сушить, закрывать. Много работы. Вот, это два пункта, река и лес. Опять же, вот этот лес. Насколько он тут останется, я не знаю. Я, конечно, не буду сразу все вырубать тут под корень и потом, а что же с этим делать, да? Естественно, пока я буду строить дорожку, я расчищу немного, построю ее, потом посмотрю. Там, ага, мне нужно расчистить вот этот кусок. И, там, пойду расчищу этот кусок. А потом, там, мне надо, хочется вот это вот тут построить. Я пойду эту штуку построю на расчищенном вновь месте. Ну и, конечно, то, что точно придется сносить, то, что точно придется терраформить, это вот эти вот стены. Они образовались в результате... Не послушался крепер. А может быть и нет. Они образовались в результате выкапывания ямы. То есть, просто расчищали территорию с запасом, никто не знал, сколько нужно. Так, на глазочек бомбанули, расчистили. Ну, типа, и так пойдет, потом разберемся. Вот потом тоже придется разбираться. Здесь очень много всего. Здесь очень много леса, здесь очень много таких вот рельефных мест, которые... Нужно будет как-то облагородить. Так как вот эти прямые стены, ну, это никуда не годится, вы понимаете. Это на фоне, я надеюсь, что красивой башни будут они смотреться как... Ну, как прямые стены на фоне красивой башни. Отвратительно. Что здесь делать, я не знаю. По крайней мере, первым этапом будет придание этой местности какой-то... Как бы это правильно слово... Ну, природности, что ли, да? То есть, как будто здесь мы ничего не трогали. Как будто здесь генератор только прошелся. Насколько это будет сложно, неизвестно. Насколько придется все это изменять и насколько времени придется на это потратить, тоже неизвестно. Хотя вот здесь вот, смотрите, какой классный биомчик. Хорошая платформа. Надо запомнить, потому что... Она достаточно подходящая для чего-нибудь. Когда-нибудь... То есть, если у меня появится... Знаете, бывает, смотришь там в мире, ты у кого-нибудь... Слушай, о, платформа! Вот на ней бы там круто смотрелось. Там, не знаю, башня. Но, блин, это в чужом мире. Вот в своем мире я стараюсь такие места замечать, находить. Просто потом, когда играешь, играешь там, с кем-нибудь обсуждаешь. А, у меня есть место. И мы тут придумали классную штуку. А давай ее там построим. Вот. Естественно, мне нужно будет построить еще... Я просто по мере того, как вспоминаю, я возвращаюсь к разным местам своего мира. Вот эта дорожка, она, как видите, находится в воздухе болтается. То есть, она ни к чему не прикреплена. Этого нужно избегать. Она не должна болтаться в воздухе. Соответственно, будут какие-то подпорки. Возможно, хватит каких-то... Возможно, здесь будет мост. Ну, то есть, он точно здесь будет. Их будет четыре. Он будет идти, он будет соединяться с башней вот тут. И будет большая подпорка. Единая. Ну, то есть, как бы она будет соединяться с дорожкой. И как бы ее в этом месте поддерживать. А где-нибудь вот в этих местах, на диагоналях, сделать маленькие подпорки. То есть, большая, там. Средняя, маленькая, средняя, большая. Ну, то есть, такой, как дугой, да, идет. То есть, типа... Там большая подпорка, средняя подпорка, маленькая подпорка. И опять к центру, как бы, к вот тому дальнему мосту. Там, блин, еще что делаешь? Средняя подпорка. Там и большая подпорка. Вот. Возможно, это будет смотреться... Ну, это мысли, 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 мысли. Много мыслей, много планов. Единственное, что вот оно не всегда срабатывает. Начинаешь строить, видишь, что не катит. Не то. Вот не то. Даже если это просто супер офигенная мысль. Бывает, она просто не в тему. И не выглядит никак. Не работает. Ну, вы поняли меня, я надеюсь. 25 минут записываю. В общем, это, наверное, пока что все. Внутри, возможно, кстати, будут слаймовые блоки какие-нибудь. Возможно, будут винтовые лестницы. Будет видно по ходу постройки. Можно будет отталкиваться от фермы спрутов. Я все время хочу называть их сквидами, но это неправильно. От фермы спрутов, от фермы осьминогов. То есть, можно будет смотреть, где она, какой она формы. И уже от этого исходить, делать лестницы, делать какие-то помещения, этажи. И вот все-все-все такое прочее. Что еще? А, да. В будущем будет сноситься вот это, вот это, вот это. Дом, склад и башня, скорее всего. По возможности, конечно, я попытаюсь оставить вот эти вот постройки все. Ну, вот это точно снесется, потому что я хочу железную ферму в другую, в другом месте. Может быть, я буду даже две штуки строить. Мне просто интересно. Мне не нужно, наверное, так много железа, да. Но мне интересно построить пару концептов. Вот. Я постараюсь сохранить склад и дом. Но, ну как здание склада я постараюсь сохранить. Но, возможно, все это придется снести. То есть, если это не будет вписываться в башню, это все будет снесено. Жалеть этих построек не нужно, потому что я перееду в башню в будущем. То есть, там будет склад, там будут фермы, там будет зелье-варилка автоматическая. Там будет все-все-все-все-все. То есть, все, что можно, я туда вмещу. Вот. Я хочу туда переехать. Как я говорил в начале сезона, это временный дом. Пусть он им и останется. Я думаю, это неплохой вариант совместить планы из прошлого с тем, что я строю сейчас. Также здесь, кстати, пережаривается безумное количество просто Незер Брика. Делает, правда, он это очень медленно. Сюда я впендюрил около двух сундуков угля. Вот. Такие вот новости на сегодняшний день. Приходите на стримы. Еще раз прошу, ребята, пофантазировать вас на тему, что могло бы быть вот в этих сегментах. Не надо опираться на мои слова. Подумайте, придумайте что-то свое. Пусть это будет какая-то, по вашему мнению, не очень безумная идея. Но предложите ее. Не стесняйтесь. Вас никто в комментариях за это не покусает. Просто вот представьте, а что могло бы быть там. Ни в коем случае не опирайтесь на мои слова про биомы, про лаву, про все вот это остальное. Про фермы сквидвартов. То есть просто представьте, вообразите, что бы могло бы здесь быть. Также приходите на стримы и продолжим строить башню. Я думаю, в скором времени она получит свой некоторый другой сегмент, который будет выше. Зовите друзей на стримы. Больше людей, больше веселья. Больше людей, больше идей. Репостите анонсы стримов, если хотите, чтобы было больше людей на стримах. Собственно, приглашайте туда друзей. И я надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Пока.